Всем привет! Здравствуйте, Михаил Портнов и его зрители. Меня зовут Антон Петров, мне 19 лет, я видеоблогер и поэт. Вот так вот совмещаю себе эти две диаметрально противоположные ипостаси. И сегодня я хотел бы рассказать вам свое стихотворение, которое называется «Художница». Запаситесь терпением, оно длинное. Привет, художница! Кропаю сюда. В личку не смею, горделивый больно. Одна за одной, неспешно, строка на холст из тюбика моей лобной доли ложится. И кистью метафор размазана по мольберту, не в силах выбрать путь, словно бескрылая птица обрушивается в черты твоего портрета. Вот пару слов. Глаза с памяти срисовываю. Горящие. Синие. Живые. Что-то сегодня краски больно блеклые, выцветшие. Не могут и сотой доли лазурики пящей выдать. Впрочем, в этом есть своя логика. Такой немыслимой синевы не видела даже рыба. Даже облако. Уста олеют в январском ветре. Странно. Сентябрь же на улице вроде. Но, если хотите, пожалуйста, не верьте. Я помню ее ротик. Губами морозными пылающе жарко, когда ветрище в переулках кашляя лаял. Разве в сентябре такие подарки? Бывают? Бред. Провокация и пустой ропот. Ни единому не поверю слову. Такое чудо могло бы прийти только к Новому году и уйти к Рождеству Христому. Сижу тут теперь на стуле сгорбись. И что я стил сжимаю кисть клавиатуры. Ввожу на холсте документа ворда чуждых улиц морозную тундру. Куда еще-то? И так немало. Стихов о тебе написал двухтомник скоро. Но рифмы все прут и прут, как из вулкана, заливая несчастный римский город. С мыслями тягучими в комнате тесно. Да и вроде спать ближайшие сутки не в кассу. Вот бы мне сейчас крохотную чашечку эспрессо. А лучше огромный тазик. Осушил бы тару одним глотком. И тут бы все стало предельно ясно. Вот пару слов. Громких, как гром. Для описания ее глаз. Но что-то кажется не судьба. У кофемашины бензин закончился. Кричу, сились возвысить не те слова. На стуле корчусь. Эй, очнись уже, вот он я. Неужели совсем не нужен? Неужели я безмозглая болтовня, отравляющая твой ужин? Но если так, не тяни, скажи прямо. Плюнь в лицо мне, размашь, чего уж там. Все равно буду твердить упрямо, что ты чудесная и хорошая. Буду руки гнуть в обратную сторону. Что суставы мне, когда сердце бешено. Ну! Не будь же моим эгемоном. Пощади же меня. Иешуа. Подбоченье спрями в объятия. Посильнее прижми к груди. Долго-долго по темени гладь меня. И тихонько шепчи стихи. Про неверные блики далеких стран. Про большое-большое дерево. Ты прости. Я не слабый. Просто устал. И почти потерял веру. Ну, сколько еще. Когда уже с чистым сердцем скажу «довольно». Вот эти строки достаточно лающие, чтобы исписать твой образ в волю. Не смогу. Не достигну. Ума не хватит. Знаешь, а оно ведь даже лучше. Развалюсь обессилевшей повдоль кровати и буду глядеть на твоих портретов громоздкую кучу. Вот здесь неплохо вроде как получилось. Образ живой, хоть и немного куцый. А еще, я уверен, довольно мило смотрится золотинки оляпистого французского. Ну, а что, у меня знаний пока что кот набрызгал. Да и на улице Бродский сказал совсем не Франция. Вот и леплю нелепые галицизмы сились до твоего уровня вскарабкаться. А знаешь что? Хочешь правду? Кристально чистую и пожаром пылающую. Мне ведь тебя уже почти не надо. Время панацея таща. Я на обрыве стою. Я мыслю скован. Может, поможешь определиться? Подзовешь к себе мягким, как кот, словом или толкнешь в кипящий водоворот случайных лиц. Буду лететь, руками махая, как коршун. Или готовить с тобой обед. Что мне будущее, плохое или хорошее? Я ведь просто рисую портрет. Все. Конец. Давай, аплодисменты. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...